Сразу 10 миллионов рублей на серийное производство может получить любой из шести финалистов грантового конкурса «Приморский старт 2.0». Они уже брали гранты за свои разработки, а сегодня для инноваторов – суперфинал. Свои проекты участники защищают перед жюри, в составе которого представители крупных региональных предприятий, губернатор края Олег Кожемяка и председатель регионального правительства Вера Щербина. Сегодняшний первый старт 2.0, где три проекта получат по 10 миллионов, дадут возможность продвигать те лучшие начинания, которые выберет здесь экспертная жюри. На суд жюри представлен робот Адам, исследовательский подводный дрон, косметика из морских гидробионтов, инновационная система для диагностики заболеваний, биосредства для дезинфекции. Сергей Мун в случае победы намерен расширить серийное производство образовательных наборов по подводной робототехнике. Мы уже их производим порядка 200 наборов в год и в общем-то столкнулись с тем, что достигли некоторого предела производства. И благодаря этому гранту планируем увеличить свое производство, закупить новое оборудование. После защиты проектов жюри подсчитывает баллы и определяет лучших. В итоге по 10 миллионов рублей забирают Сергей Мун, Екатерина Евсеева и Ольга Трофимова. Для девушки победа сегодня имеет особое значение. Я, конечно, очень сильно переживала не просто поступать перед такой комиссией, включая губернатора Приморского края. Вот сейчас я просто в восторге. Это самый дорогой подарок моему дню рождения, мне очень приятно. Это очень полезно для предпринимателей, тем более для стартапов, потому что это дает такой-то первый шаг, благодаря которому можно уже что-то создать, что можно вывести на рынок, а дальше уже все зависит от предпринимателя, от его активности и от желания действовать. Полученные средства предприниматели используют для запуска серийного производства своей продукции. Конкурс «Приморский старт-2.0» впервые проведен в регионе Центра «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономического развития Приморья. Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса должна иметь системный характер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова